Новая конституция, рабочая схема и буква закона. В Беларуси отмечают День юриста, что в топ-листе адвоката. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Авансовый платеж, дополнительные льготы и безопасные качели. Декабрь принес в жизнь беларусов целый список изменений. Что стоит знать? Беларусь пишет новую историю. На Беларшине обсудили проект конституции. Впереди общественное обсуждение довольно серьезное. Ограничат ли президентские сроки? Дорожный дозор. Коммунальщики готовы к любым капризам зимы. Эту технику мы ждали очень давно. Что под силу новым машинам? Преступники уходят в сеть. В Бобруйске растет число краж в сфере высоких технологий. Не подразумевала я, что это на самом деле мошенники. Как избежать непредвиденных расходов? Время ставить елку. В Бобруйском лесходе выращивают новогодние деревья. Для доращивания их и потом для продажи. Сколько стоит праздник? 40 миллионов для помощи голодающим. Почему-то рожают вещи и елочка гори. В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ель Америки. Обо всем по порядку. На совещании во Дворце независимости обсудили социально-экономическое развитие страны. Говорили о санкциях, госдолге и инфляции. Подробно разобрали экспорты белорусский рубль. Глава государства заявил, внешний торговый баланс Беларуси за 10 месяцев превысил 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Растет промышленное производство, причем практически во всех его подотраслях. Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт. Во-первых, это разумно, ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках, а это будет недолго, надо действовать. Упускать момент, чтобы заявить о себе нельзя. Будем интенсивно наращивать валютную вырыжку, получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложить свои деньги в депозиты или облигации. Так поступательно нарастим базу для длинного инвестирования. Это задача не только правительства, но и у всего банковского блока. Тем более, что инвестиции действительно у нас проседают. Более 60 процентов белорусской промышленной продукции поставляется за рубеж. При этом наша конкурентоспособность в глобальном рейтинге занимает 46 место среди 152 стран мира. В связи с этим экспорт товаров и услуг увеличился примерно на 33%, а в республику дополнительно поступило 8,5 миллиардов долларов. Новый механизм, старые банкноты и дополнительные льготы. Для владельцев электрокаров начали действовать преференции. Какие? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В декабре заканчивается срок уплаты авансового платежа по транспортному налогу для физлиц. Это надо сделать не позднее 15 числа. Первая часть годовой суммы 29 рублей. Вторую в аналогичном размере можно внести в ноябре 2022. Сбор, напомним, пришел на смену госпошлине, которую белорусы платили после прохождения техосмотра. Вводятся новые правила по установке и эксплуатации детских площадок. Оборудование, которое не отвечает требованиям, утилизируют. На каждой игровой зоне появится информационный стенд. На нем будут указаны правила пользования, возрастные ограничения, экстренные номера и телефон обслуживающей организации. В Беларуси вводится иной механизм контроля за движением товаров. Ему подлежат две группы. Это бытовые холодильники и морозильники, а также новые пневматические шины и покрышки. Предпринимателям необходимо провести инвентаризацию и предоставить сведения об остатках из списка в налоговую. В стране начали действовать дополнительные льготы для владельцев электрокаров. Теперь они коснутся не только физических, но и юридических лиц. Расширенный список категорий. В нем появился коммерческий транспорт, развозные машины для интернет-торговли, грузовые электромобили, а также электробусы. Беларусы еще могут обменять старые деньги образца 2000 года на действующие купюры. С 1 января сдать их будет невозможно. Операцию проводят только в столичных кассах Национального банка по адресу Толстого 6. Для чего менять главный закон страны? Перед коллективом Белшины ответ держали члены Конституционной комиссии. Изменения коснулись 77 статей. Например, баллотироваться на пост главы государства сможет гражданин не моложе 40 лет. Сроки ограничат до двух. В то же время Беларусь предлагают оставить президентской республикой. Здесь важно один момент усвоить. Даже когда будет опубликован текст, он будет опубликован в ближайшее время. Это не финал нашей работы. Впереди общественное обсуждение довольно серьезное. И мы очень надеемся, что люди, в том числе представители предприятий, на которых мы побывали, будут в этом общественном обсуждении принимать активное участие. Также Всебелорусскому народному собранию планируют придать особенный статус. Пока остается открытым вопрос о способе его формирования. Важно понимать, новая редакция Конституции – это работа на перспективу. По мнению специалистов, она позволит Беларуси на протяжении 20-30 лет устойчиво развиваться и уверенно смотреть в будущее. Нарушители ответят рублем. С декабря за непереобутые автомобили водителям грозит штраф. Выписать его могут из-за шины, которые не соответствуют определенным стандартам. Чем могут обернуться капризы зимы и почему скупой платят дважды. Календарная зима началась, предупреждения закончились. Сотрудники ГАИ проводят рейды, проверяют документы и, главное, штрафуют за несезонную резину. На Октябрьской наряд ДПС нон-стоп останавливает водителей маршруток и такси. За перевозчиками – особый контроль. Нарисованная снежинка – это есть логотип, потому что зимняя резина есть. Рисунок мы видим, что нормальный, новая, вопросов никаких нет к водителю. Минили резину две недели назад уже были готовы к осадкам заранее. Но и ответственность, конечно, чувствуем. Инспекторы учитывают не только специальную маркировку, но и высоту протектора. Она должна быть не меньше 4 мм. Кроме того, зимние шины необходимо установить на всех колесах. Резина с большим износом запрещена. Это опасно на дороге. Управление автомобилем может выйти из-под контроля. Любые маневры на зимней дороге нужно выполнять не только заранее, но и плавно. Резкий поворот руля или нажатие на педаль газа могут увести автомобиль в занос. Будьте осторожны. С декабря за непереобутый автомобиль грозит штраф 29 рублей. Повторное нарушение по кошельку ударит еще больше. Максимально придется заплатить 145 рублей. Практически все обобучения готовы к зимнему сезону. За время проведения рейда мы не выявили нарушителей правил дорожного движения. К слову, в Беларуси завершается профилактическая акция «Зимние шины безопасности для машины». Первый гололед уже преподнес немало сюрпризов для автовладельцев. По стране за последние сутки зафиксированы десятки ДТП. Почти везде причина одна – скользкая дорога. И это тот самый случай, когда скупой платит дважды, а может и трижды. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В Беларусь пришла зима. На следующей неделе, если верить синоптикам, вырастут не только сугубы, но и морозы. В обрусские дорожники подготовили сани с лета. На базе ДЭП горячую пору ожидают уже проверенные временем универсальные погрузчики. Плюс новенькие автогрейдеры, полужно-щеточные и комбинированные машины. На зиму уже заготовлено 12 тысяч тонн песко-соляной смеси. На три тонны больше, чем в прошлом году. Бороться с погодными сюрпризами готовы порядка 470 бойцов ДЭПа. В режиме 24 на 7 дорожники работают еще с середины ноября. За помощью могут обратиться и организации города. Заключаем договора, если это очистка их территорий, предприятий или же прилегающих территорий. С нами заключают договора, как и заправки на расчистку прилегающих территорий и подвездных путей. Прошлая зима принесла в Беларусь обильные осадки. Больше всего снега выпало в Могилевской области. Максимальная высота 57 сантиметров. Дорожным службам приходилось оперативно справляться с угробами и гололедом. На борьбу с непогодой были брошены все силы. Абсолютный минимум температуры в стране достиг 29 градусов ниже нуля. Все те, кто служит закону правде и справедливости, принимают сегодня поздравления. Белорусские юристы отмечают свой профессиональный праздник. Это адвокаты и прокуроры, следователи и нотариусы, судьи и висконсульты. На этих людей возложена миссия по формированию правовой культуры и уважения к закону. От договора дарения до обвинений в суде. Юрист один из главных контактов в записной книжке. Они герои фильмов и книг. В их портфолио семейные конфликты, завещания и громкие дела. Пока существуют государство, конституция, кодекс и право, адвокаты и нотариусы без работы не останутся. Наши деятельности действительно лицензируются. Лицензируется в Министерстве инвестиций Республики Беларусь. И все адвокаты, как я уже говорила, они осуществляют профессиональную деятельность и оказывают юридическую помощь гражданам на профессиональной основе. То есть это юристы, которые специализируются по вопросам оказания помощи физическим и юридическим лицам, которые могут представлять ваши интересы в суде на предварительном расследовании. До похода к юристу любому человеку нужно знать ряд простых правил и использовать их в жизни. Первая рекомендация от адвоката – хранить все документы, справки и чеки не менее трех лет. Показательный здесь следующий пример. Иногда у нас разводятся супруги и остаются не погашены на какие-то кредиты. Либо развелись, один ушел, а второй супруг платит кредиты коммунальные. И рано или поздно возникает вопрос раздела совместно нажитого имущества. И в том числе немногие из наших клиентов знают, что можно взыскать долю тех коммунальных платежей или долю кредита, который один из супругов оплачивал после расторжения брака за счет собственных средств. Еще один совет – расписка. Если вы даете деньги в долг или проводите какие-то работы на сумму больше 290 рублей, обязательно закрепите договоренность письменно. От 10 базовых нельзя подтвердить свидетельскими показаниями. Ну и, конечно, в любой спорной ситуации заранее обращайтесь к специалисту. Дабы не столкнуться с ситуацией, когда вас уже вызывают в суд, и суд у вас назначен очень-очень-очень близко по времени, и нет времени подготовиться проконсультироваться. Есть и несколько советов в преддверии Нового года. К примеру, если вы собираетесь вручить кому-то дорогостоящую вещь, лучше всего оформить ее договором дарения, либо сделать надпись на упаковке или гарантийном чеке. Это поможет избежать спорных ситуаций. Из опыта могу рассказать, что очень часто бабушки дарят внукам, внучкам дорогие мобильные телефоны, дорогие фотоаппараты, дорогие ноутбуки. А потом, когда возникают вопросы раздела совместно нажитого имущества, некоторые супруги начинают делить, в том числе и то имущество, которым пользуются дети. Перед тем, как идти к юристу, соберите все необходимые бумаги. Не забудьте удостовериться, что выбранный специалист работает с вашими вопросами. Если вам придется идти в суд, то обращайтесь к адвокату. Если же дело в завещании или ином документе, это нотариус. Кроме того, когда вы записываетесь на консультацию, на прием, и вы начинаете, скажем так, уже пришли, начинаете работать с адвокатом, с нотариусом, обратите внимание, что очень важно все-таки, чтобы вы доверяли адвокату, нотариусу, юристу, с которым вы работаете. В работе любого юриста есть случаи, которые надолго остаются не только в записях, но и в памяти. Своего рода необычный опыт. Самый необычный случай, если мы коснемся именно гражданских дел, например, дел, связанных с разделом совместно нажитого имущества, я очень хорошо помню дело, когда одним из объектов раздела совместно нажитого имущества выступал кот, то есть домашнее животное, домашний питомец. Его приобретали в питомнике, у него было очень шикарное родословное, но самое главное, когда возник вопрос раздела, не цена имела значение, а истец и ответчик, и бывший супруг, и бывшая супруга настаивали на том, что они хотят получить этого питомца исключительно из-за личной привязанности. Было приятно все-таки то, что стороны смогли прийти к компромиссу по всему объему совместно нажитого имущества, в том числе в отношении домашнего питомца. Было заключено мировое соглашение. Но я прекрасно помню, как каждая сторона представляла фотографии с домашним питомцем, какие условия готова создать, на самом деле было очень интересное дело. Праздник тысячи свечей. Иудеи отмечают одно из главных торжеств – хануку. Ханукею принято зажигать с появлением первой звезды на небосклоне. Паститься в эти дни запрещено. Иудеи устраивают пышное застолье и веселятся. Вместе танцуют, поют и молятся в еврейском дворике. На столе обязательно присутствуют пунчики и латкис, то есть картофельные оладьи, а также молочные продукты и блюда из сыра. Зачастую хануку ошибочно принимают за религиозный праздник. На заблуждение во многом влияет тот факт, что по времени торжество оказывается близко к Рождеству у западных христиан. Каждая семья, каждого дома, даже когда они считают, что где-то у них маловато есть доходы и так далее, не нужно расстраиваться, надо наоборот, включать, что вот сегодня мы должны быть все сыты. Как это делать? Вот поможет Всевышнего. Имеется в виду, что человек должен идти податься на него, босс на Всевышнего, твою надежду, и он тебя накормит. Хануку отмечают еврейские общины по всему миру. Это праздник веселья, радости и надежд. А огонь, горящий в каждом окне, напоминает о присутствии Всевышнего, который помогает каждый миг и защищает от тьмы. Торжество в этом году продлится до 6 декабря, пока не будет зажжена последняя ханукальная свеча. В странице виртуальная проблема реальная. Казалось бы, о мошенниках в интернете знает каждый. Звонками от сотрудников банка уже мало кого удивишь. Но постоянно появляются новые способы обмана. Главные атрибуты киберпреступников в соцсети и онлайн-магазины. Карина Гуревич проверила сомнительные ссылки. Для Натальи Сахон куфор был настоящей находкой. Ровно до момента первой продажи. Попытка найти новых хозяев для старой мебели привела женщину прямиком к мошенникам. В Вайбер ей прислали ссылку для реквизитов карты. На вид реальный сайт с логотипом. На деле очередная махинация. С кредитки в миг улетели свыше 200 рублей. Задавали вопросы такие, которые даже у меня в мысли не подразумевала, что это на самом деле мошенники. Спросили, в каком состоянии вещь. Я ответила, что вещь в хорошем состоянии. Спросили, стоит ли она столько, сколько вы указали. Как итог, потраченные нервы, потерянные деньги и остывший след. Спустя время женщину пытались обмануть тем же способом. В этот раз она была готова и пригрозила мошенникам милиции. Горький опыт спас продавца от повторных убытков. Однако многие попадают на уловки неоднократно и без сомнений предоставляют реквизиты банковских карт. Адрес оригинального и поддельного сайта может отличаться всего на одну букву. Сама страница идентична официальной. Заметить разницу практически невозможно. Главное правило – не переходить ни по каким сомнительным ссылкам. Помимо сайтов бесплатных объявлений, все еще актуальны звонки от сотрудников банка. В частности, Вайбер и Ватсап. Нужно понимать, связь через мессенджеры – не метод официальных представителей. Плюс изменения на счетах обрабатывает компьютер. Банкиры не будут просить оформить кредит, настаивать на предоставлении личных данных, номера паспорта, реквизитов карт и кодов из СМС-сообщений. Между тем, подвоха стоит ожидать от кого угодно. К нам обратился мужчина, 63-х лет, который заявил о том, что у него похитили сумму 2500 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что хищение денежных средств совершил его коллега по работе. Он сфотографировал банковскую карточку, привязал ее к своему мобильному телефону и оплачивал товары в играх и букмекерских конторах. Самые уязвимые белорусы – рабочие от 30 до 50, причем 60% пострадавших – женщины, в частности, декретницы. С начала года в Бобруйске зарегистрировано больше 300 киберпреступлений. Подозреваемые установлены только по 46 делам. Карина Гуревич, Станислав Чечерин. Итоги недели. Если вдруг запланируете поездку в Тель-Авив, берите с собой побольше денег на непредвиденные расходы. Израильский город стал самым дорогим для проживания. Далее обзор громких мировых заголовков. Тель-Авив возглавил рейтинг самых дорогих городов мира. Ранее, в 2020-м, он был на пятой позиции после Парижа, Гонконга и Женевы. Список составляли на основе 10 основных категорий расходов. Тель-Авив занял первое место по дороговизне алкоголя и транспорта. Пятое – по стоимости ухода за собой. Шестое – по цене на отдых. Лидерство обусловлено укреплением шекеля к доллару и ростам инфляции, которая привела к повышению цен на автомобили и продукты питания. Самыми дешевыми городами для проживания назвали Дамаск, Триполи и Ташкент. Аналитики прогнозируют рост цен на одежду и обувь до 25% в будущем году. Причинами называют повышение стоимости ткани и фурнитуры, энергетический кризис в Китае, который привел к остановкам в производстве тканей. Основная проблема – увеличивающиеся расходы на логистику, объясняют ритейлеры. Стоимость морских грузов из Азии в Европу выросла в несколько раз. Доставка контейнеров в прошлом году была около 3000 долларов, сейчас она доходит до 10. Повышение цены на потребительские товары отмечают и в США после резкого скачка в октябре. Сейчас они выросли на 6% по сравнению с годом ранее. И это самый быстрый рост более чем за 30 лет. Коронавирус опустился на третье место в глобальном рейтинге самых серьезных проблем в мире. В топе поводов для беспокойства теперь нищета и безработица. В списке вопросов также изменение климата, оно на 10 месте. Что же касается ковида, аналитики предсказывают, он будет опускаться все ниже. В ближайшие годы около 45 миллионов человек из 43 стран могут столкнуться с проблемой голода уже через год. Это на 17% больше, чем в прошлом. Для помощи нуждающимся необходим 41 миллион долларов. Главная рождественская ель США зажгла свои огни. Пушистая красавица установлена в Нью-Йорке у небоскреба Рокфеллер Центр. Ежегодная церемония, которая дала старт праздничному сезону в стране, собрала несколько тысяч зрителей. Героем этой зимы стало дерево высотой 24 метра и весом около 12 тонн. Возраст еле приблизительно 80 лет. На ее украшение ушло более 50 тысяч светодиодов. Верхушку увенчает 400-килограммовая звезда, украшенная тремя миллионами кристаллов Сваровски. Елка будет радовать горожан и туристов до середины января. После этого в распиленном виде она будет передана благотворительной организации. Первый пункт в праздничном списке. В Бобруйске новогодние елки выращивают в питомнике лесхоза. Затем они отправляются на специализированные базары, на выбор в катках и обычные, как долговечная альтернатива и искусственная ель. Ольга Васенда уже прикупила новогодний атрибут. Здесь рождаются новогодние деревья. В питомнике Бобруйского лесхоза сезон посадки елей начинается еще весной. В тепличных условиях из семени за 12 месяцев вырастают саженцы от 5 до 7 сантиметров. Проходит еще год и рост увеличивается почти в два раза. Дальше их ждет открытый грунт. На поле они подрастают до возраста 4-летнего, а потом уже 4-летние елочки высаживаются или высаживаются в лес, идут для восстановления лесов. Или же мы высаживаем на питомники для доращивания их и потом для продажи, для доращивания как новогодние ели. Общая площадь питомника свыше 21 гектара. В последние годы в моду вошли деревья в катках – ели, сосны и туи. Их высаживают в горшки с двухлетнего возраста. Впервые в этом году на лесной плантации посадили семена пихты. Плюсов новогоднего дерева в катке много. Во-первых, это запах хвои в доме. Во-вторых, тренд на экологичность. Ближе к весне ель можно посадить, например, во дворе. Купить новогодний атрибут можно будет на елочных базарах. В прошлом году они начали работу с 19 декабря. Тогда за деревья в катках выше метра просили порядка 27 рублей. За обычные – 9. В предпраздничный период на усиленное дежурство переходит лесная охрана. Даже на перевозку купленной ели или сосны должны быть документы. Как правило, это чек об оплате. За незаконную заготовку елей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Кроме указанного штрафа, граждане будут обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде. Еще одна альтернатива – искусственная ель. Стоит дороже, но зато прослужит долгие годы. Цена зависит от роста новогодней красавицы. Варьируется от 20 до 200 рублей. В ассортименте как классические деревья, так и с пушистыми ветками, напылением снега и декоративными шишками. «Представленный белорусским производителем эксклюзив такой, ручная работа, стеклянные шары и игрушки. Цены от 9 до 18 рублей». На витринах и большой выбор елочных игрушек. Стоимость от 2 рублей. Все зависит от дизайна, размера и материала. Цена на мишуру выше рубля. На огоньки от 10 до 50. Здесь же предлагают эксклюзивные сувениры – керамические санты, олени и пряничные домики. Новогодние чудеса приближаются, а значит самое время покупать подарки и создавать праздничное настроение. Как в своем доме, так и за его пределами. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова